Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересной профессией. Вы догадались, о ком пойдет речь? Правильно, это кинолог. Кинолог – это специалист, который дрессирует и воспитывает собак. Собаки были приручены человекам более 15 тысяч лет тому назад. С тех пор они стали нашими верными друзьями. Именно они помогали первобытным людям охотиться, охраняли их пещеры. В наше время собаки помогают незрячим людям, переводят их через улицу, помогают передвигаться по городу. Собаки обладают великолепным чутьем. Они могут находить опасные вещества для человека и окружающих. Также собаки помогают в охране границ нашего государства. Кинологи занимаются не только дрессировкой собак, но и разведением. Также они обучают их специальным командам. Кормят, приучают различать различные запахи. Существуют даже специальные школы для собак. Кинолог – это специалист по поведению собак. Его основное занятие – понимать, что хочет собака, о чем она в данный момент думает и, следовательно, как ее воспитывать. Если собака в доме плохо себя ведет, люди вызывают кинолога, чтобы он пришел и объяснил им, что нужно делать, чтобы собака перестала плохо себя вести. Еще кинолог может быть тренером, как учитель физкультуры, и помогать собаке с ее владельцем добиваться результатов в собачьем спорте. На научно-дрессировочных площадках кинолог готовит собак-спасателей, поводырей для слепых и служебно-розыскных. Также участвуют в национальных и международных выставках, соревнованиях, конкурсах и смотрах собак. Сотрудничают с клубами любителей собак. Кинологи работают в полиции, таможенной и пограничной службе, в питомниках по разведению собак и клубах собаководов. Кинологи должны быть умными, любить животных, быть терпеливыми и доброжелательными. Сегодня, ребята, мы с вами поговорили об очень интересной профессии. Послушайте стихотворение. Я не географ, не геолог, моя профессия – кинолог. Дрессирую я собак. Делай эдак, делай так. Собаки слушают меня, они ведь верные друзья. Учу служить их на границе, и на таможне, и в полиции. Людям помогать слепым, быть поводырями им. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Говорю вам до свидания, до новых встреч!